МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Вы глядите другую участку наших экспертских дебатов, присвяченных политической кампании «Выборы-2015» в Беларуси. В ближайшие паугодины для вас працуют я, Павел Мажеком и коллега Дмитрий Гурневич. Сегодня мы хотим поговорить про экономику. Что сталося с белорусским экономическим судом на протягу опошних пяти годов, в какой-то кондиции сегодня находится белорусская экономика и чего ждать белорусам после этой политической кампании. А я запрошаю поглядеть сюжет, который мы отчиняем сегодняшнюю нашу дискуссию. Мы вырвемся из этого тяжелого положения, сложного, не тяжелого, сложного положения, в который попала наша экономика. Лукашенко селит ободаю першиню, призная проблемы. А леспробуэ знайсти темы заменники для народу. А народ хочет зарплаты побольше и желательно поменьше работать. Ну, это желание всегда было, я это прекрасно понимаю. Но не это сегодня главное. Керауник страшить войною и вонковыми погрозами. Тем самым отцовывая проблемы господарки на задний план, а я насыплется, як дамок с картау. Гэта цены, гэта праца на склад большинствий правопотребриемств, и гэта проблема беспрацовья. Миллион новых працовных мест. Лидер объединанной грамадянской парты Анатолий Лябедька наибольши звертауся до пытанёв господарки. Однако ягоная программа с миллионом працовных мест, сбудованная хотя и на добрых, али старых постулатах. З ями на выборах 2010 от АГП выступал экономист Ярослав Романчук. Программа до выборников не трапить. Лябедька не собрал необходных 100 тысяч подписов. Господарчая змены пропановывают іншые кандидаты. Великий потенциал у тым, как подтримать приватную инициативу и подтримать малысся родний бизнес. Обратите исполнительные власти, главе государства на денежно-кредитную, монетарную, налоговую политику. Без этого ничего сделать невозможно. Или пройдет 100 лет. Вонка выдержавны доуг Беларуси, пасля подведення выника у першага паўгодзе, сё літа наблизился до 13 миллиардаў долараў. А вось золотовалютных резерваў засталося крыху больш за 4,5 миллиарды. Ды и ты, на канец года, паводлі прогнозаў МВФ, могуць скоратіцца амаль на полову. Чакаць варашэння гэты ситуація можна толькі пасля выборов. І гэта ўже будзе чарговая шокавая девальвація, чарговая разовая зменшэння кошта беларускаго рубля. І калі размовы пра проблемы господарчая для грамадзянаў выглядаюць крыху міфічна, то рост коштаў і гвалтов на апіке рубля – реальнасць. Беларуская валюта – абсалютны лідар паводлі абясцэнвання ў Європе за апошнія 5 і навад 15 гадоў. Таксама сінявокая ў першым шэрагу на постсавецкай і ёурапейскай просторы ў росте коштаў. Сённяшнія зарубкі вернуляся фактична на узровень пирадвыбарчага 2009 года. Тады былі абяцанні славутых 500 долараў, ў сёння засталася тишыня, абяцанкі цацанкі скончыліся. Нядзіва паводлі незалежных экономістаў палова беларускіх прадпраемства ўстратныя, шэрах працюя с перабоями, дымая праблемы з выплатою зарубкаў. Не глядзічы на увесь аптэмізм, глыбокіх реформаў і дофінансавання, патрабуе таксама сельская гасподарка. Але... А таму пакулькі раўнік падшуваецца пэуна, пілуе па-своўму, да не хавая, хто ў домі, гасподар. А разабраццаў гэтэ цяжко, як сказаў Александр Лукашэнка, еканамічныя сітуаціў нам сёння допамогуўці нашы гості і експерты. Александр Синкевич, экономіст, вітаў вас на Белсаті. Добрый вечер. Ирына Крыловіч, редактора сайта белрына.by, вітаў, добрый вечер. Александр Саснов, незалежный експерт, добрый вечер. Добрый вечер. І таксама експерт ліберальнага клуба Антон Боўточка, привітанне. Шановны експерты, фактична кожная перадвыбарчаў кампанія, кожный перадвыбарчаў этап суправаджаўся за всюды такімі бонусамі, ці привилеями, які дзержава выдавала беларускаму народу. Взамен за правильны галасаванне, такці за спакойна выбарах. Гэта адзіны год, калі гэтага не адбываецца. Александр, я керуўдавас адапыта, нічто сталася з нашай экономікай? Установиш ўжо адэкватны апэсаныў роліку, саправды, вычарпаны ты ресурсы, які дазвалялі беларусі развівацца і нарушаць і валу внутрны продукты, і спажаванні насельництва. Але, ось тое, што якраз гэта скончалася, для мене дае пэвны стрыманы аптэмізам. Насамгрэч, ўлады зарабілі за пошні 10 гадоў даволі шмат небачных структурных реформаў, які дазваляюць зараз і насельництву, і прадпрымальніцтву знаходзіць для сябі новыі нішы і шукаць і гроші, і рынкі для свої продукці. Можць назваць одну, две, три реформы? Ну, перадусім, гэта спрашэнні працы для прадпрымальнікаў, гэта і спрашэнная сістэма падатка апладання, і електронныя дэклараванні, і плоская шкала падаходныга падатку. Вельмі шмат такіх дробных рэшов зроблены, які дазваляюць бізнесу зараз выплываць з гэтага крызісу. Єншая справа, што ў кароткотерміновай перспіктыві, я думаш, сітуація будзі пагаршацца. Аля за крызісам павінін пачацца уздым. І вось я бачу падставы для таго, што гэта уздым павінін пачацца прас год, два, ці, три, будзім глядзець па сітуація. Ірина, вось Александр назвал, пералечіў некалькі реформаў, здавалася, якін каже, урац штосі робець, але чаму гэта не спрацовувае? Ну, я не считаю, што булі проведзіны якіта реформы в пасліднія пяць лет. Болі таву, я считаю, що бонуси на сьогоднішній день власть все раўно населению якісь предвыборній вдаєт, потому что... Меньше падіння заробка. Да-да-да, при той ситуации, которая сложилась после выборов 2010-го года, когда произошел такой сильный обвал, на самом деле сегодня мы должны были подойти к выборам уже зарплаты, наверное, в 200 долларов. І то, що сьогодні ще підтримується какой-то уровень, це чисто електоральна предвыборна ход властей. Що касається бизнеса, я не увидела за последние пять лет вообще никакого движения в сторону либерализации реальной. Це було движение чисто формальное для того, щоб отчитатися, може быть, перед какими-то международними організаціями, потому що все це електронне декларування, там, упрощення регистрації, на самом деле все ромно заставляє бизнес, как бы... загоняє бизнес в определенні рамки. Ви не можете вести бизнес так, як ви хочете. Ви должны купити эту електронну цифровую подпись, ви должны ще там что-то сделать, пойти куда-то, ще раз зарегистрироваться. Це на самом деле дополнительные процедуры. А делать, види деятельностей, на которых вообще бизнес мог бы зарабатывать, вони не развиваются. І середа на самом деле отсутствует для нормального вообще частного предпринимательства, тому що конкуренція, як була, недобросовестна, і як отсутствувала нормальна конкурентна середа, так она і отсутствует на сьогоднішній день. Ви сьогодні ничем не можете займатися, кроме там какой-то мелкой торговли, тому що ви будете конкурировать с государственними предприятиями, а с ними ви конкурировать не зможете ні при каких обстоятельствах. Я хочу тільки удокладнити у вас. Ви сказали про те, що ми повинні були жити з горш, підходячи до цих выборов. На ваш погляд, у ЛАДА да є геттое привилеї, привилеї громадству, користаючисься, скажем, нормальними экономічними механізмами. Ці грубо кажучи, це просто, на минулі, перекидання грошей з міста на місце, затыкання дзирок. Нет, конечно, на самом деле, покупка, так сказати, електората була предпринята в 2012-2013 годах. Потому що тогда, после кризиса 2011 року, реально могла сложиться ситуация і выхода на улиці населения, і резкого ухудшення, і какого-то общественно-соціального коллапса. А реалі історі неща війни, так? Именно тогда, как ви помните, було принято решение вновь довести зарплату до 500 долларов. Тогда снова началась вот эта гонка за темпами роста, за зарплатой. І вот сегодня просто уже невозможно дальше. Ну, тогда їё подняли, і тепері вот она снова опускається. Якщо б тогда їё не подняли, то сегодня і без реформ, которых, в общем-то, так і не було, сегодня мы б уже, наверное, дзятина дзятигли коллапса какого-то. Господин Александр, на вашу думку, це вже конец так званого беларусського економічного відсюду. Ці ги це часова цяшкості, яке удасться пасля, наприклад, так званых выборов залагодзіць? Ну, на мій взгляд, беларусського економічного чуда і не було. Це всього лиш розсуждення віддельних економістів, особливо тих, які близькі були к власі. На самом деле, економіка страни стагнировала буквально последні 20 років. Развитія практически нет. Власть не понимала, или, може быть, понимала, але не хотела осознавати, що економіки подобного типу без каких-либо внешних дотаций розвиватися, в принципі, не можуть. Економіка Білоруссі не могла успевати за соседніми даже странами, не говоря уже про более цивилизованное общество. Поэтому внешні подпорки, внешні, так сказати, дотации нашлись. Ну, собственно говоря, їх і следовало ожидати, поскольку на постсоветському пространстві единственный такой постоянний друг для восточного соседа це була Білорусь. Поэтому подкармливати її було необхідно, що і деться. Тобто, раз Білоруссі спынили подкармливати? Нет, не спынили, але можливості цієї подкармливати у восточного соседа существенно снизились. Поскольку своїх проблем хватає. Но хочу сказати, що власть достаточно, ну, хорошо решила свої проблеми, начиная за вот эти 5 лет с последних выборов. Если тогда, допустим, средняя заработна плата перед декабрём 2010 года была примерно 460 долларов, то сегодня она примерно осталась на той же самой цифре. Ну, покупательная способность, конечно, процентов на 6-10 уменьшилась, даже в долларовом эквиваленте. Пенсія, конечно, пострадала чуть-чуть больше, потеряла примерно 20% покупательной своей способности. Но, тем не менее, сравнить 200 долларов в ноябре 2010 года и 180 долларов средняя пенсія трудовая сейчас, конечно, разница не очень большая. Но перспектив не видно. Перспектив не видно. Антон, что заробилось, что сталося же с нашей этой славутой стабильностью? На самом деле, мы можем заметить, насколько даже здесь, в студії, есть диаметрально противоположное мнение по поводу того, что сейчас в экономике. И я хочу обратить ваше внимание, что почему-то мы измеряем успешность развития нашей экономической системы вот как раз-таки по таким показателям, как заработная плата, пенсии и так далее. Хотя на показателе, на самом деле, больше. Что касается, что же случилось? Ну, с одной стороны, мы всегда начинаем обращать внимание на экономику, когда ситуация резко ухудшается. С другой стороны, тренд, то, что можно назвать такой долгосрочный, понижательный тренд в белорусской экономике, начался уже достаточно давно. И если мы посмотрим на последнюю пятилетку, которая сейчас заканчивается, то с самого начала было понятно, что темпы будут не такие, как раньше. Если предыдущие две пятилетки в среднем мы росли на 7% в год, то сейчас, в лучшем случае, мы выйдем на 1,5-2% в среднем за эту пятилетку. Соответственно, это структурная проблема. Это действительно структурный кризис нашей экономики. И плюс к этому добавляется еще два кризиса. Это конъюнктурный, в том числе и внешний. И второй – это кризис управления, о чем, кстати, говорил и сам президент. Нас хочется переканать, вот с телеэкрана державных каналов, что причина все-таки где-то внешняя. Это там кризис усветных, и так далее. Люди, которые вывозят там гроши, машины набывают. Это все было. Но проблема все-таки тем, что державой обраны, эти урадом обрады, неправильный курс экономики, эти все-таки соправды, все нормально, но перескажи о нечто сбоку. Внешние факторы никогда нельзя исключать. В любом случае, они оказывают влияние на экономику, которая открыта к внешним рынкам. Но с другой стороны, когда заявляют о внешних причинах, стоит посмотреть на начало этой пятилетки. Тогда и цены на нефть были около 90-100 долларов за баррель, и российский рубль не лихорадила таким образом, как сейчас. И тем не менее, темпы экономического роста были на уровне 1%, максимум 2%. Соответственно, не только внешние причины повлияли на это. Есть что-то другое, что-то внутри экономики, о чем и стоит говорить, что и стоит разбирать. Закулики Антон, давайте раз поглядем, что меркуют и думают белорусы на конт их экономичной ситуации, их уластной кондиции, их семьи, как и не живут. Задавили предпринимателей частных, тоже давать, наверное, надо каким-то образом, но вообще я считаю, что они лежат в тяжелом положении. Нужно начать вообще с самого малого, то есть реформы нужны везде, потому что у нас мы живем как в 80-х, то есть ЖКХ, образование, медицина, это все пережиток прошлого, и я думаю, что именно с этого надо начинать. Надо, чтобы производство развивалось, например, чтобы было побольше рабочих мест. Смена правления, возможно, что-то будет идти в лучшую сторону, по-другому все будет катиться только в худшую сторону. Лишние люди, которые, естественно, платишь зарплату людям, но никакой отдачи нету, как бы эту работу могли бы делать и два человека, например, и три, а там большой штат. У нас так все прекрасно в стране. Треба либерализация рынка. Модернизация производства наша. Это обязательно. Закрыть не сразу, но постепенно все убыточные фабрики, заводы, модернизировать все оборудование. Это делать не очень быстро, но и не очень медленно, чтобы отток людей слишком большая безработица сразу не была. Но, с другой стороны, шоковая терапия тоже нужна. Не только в экономике надо менять. Общество надо перестроить. Мы сейчас почули широкий причин, широкий пунктов, с которыми эта причина погашения ситуации экономичной есть в Беларуси. А нам интересно, каково меркавание наших экспертов, что сегодня является главной проблемой, чему мы говорим про этот кризис. Самое главное, которую Махчима удастся вырешить? Я могу сказать про основные проблемы внутри краины для бизнеса, потому что я занимаюсь бизнесом больше за 20 лет. На самом деле, для среднего бизнеса, для малого, я никогда серьезных проблем не отчувал. Есть только две зараз истотные проблемы, это варьяцкие дорогие гроши и, как кажут, кошмарать бизнес, скалеендусь АГАЭП на Гапамеру. Але это одна проблема. Две проблемы внутренние. Усе остальные, они находятся в звонку в Беларуси и никто не перешкоджает перевести бизнесы, это активно переводит зараз в Россию, Казахстану, Европу. Тому я б не сказал, что умовы для працы внутри краины такие уже складанные. Тобук, калипорт-мальники наракаются на потребу сертификации, это хоть что их властная проблема связана, не веду, с несумленностью? Як вы можете это подумать? Я б сказал, что это звучание цивилизованная ситуация. Я думаю, что у экономичной свободной краине нема сертификации? Сертификации есть обовязково у всех краинах и у Евразвязи. Кожный товар повинен иметь докладный сертификации, стандарт якости. Справа у тем, что кали мы хочем, как споживецкий рынок был насыщенный якостной продукцией, не только споживецкий, памяты, ци вот этот декрет, великий конфликт вокруг этого декрету, потому что им позднее протягнули час этот день, без сертификации. Однако, это правда была проблема? Потому что у России не могли трамать сертификат, потому что заводы не выдавали. Проблема не внутри Беларуси. Проблема у тем, что у нас открытая межа с Россией и у России, у Казахстана возят не сертификованный товар. То бы, это проблема звонку с Беларуси. Унутри краины так, но мы мы должны решать это. нам створать штучную проблему, на которую мы не маем уплыву. А вы скажите, что нема проблем для предпринимателей. Унутри краины саправды нема. Это проблема того, что предпринимательство Беларуси не включено в обмерковании этих проблем на наднациональном взрыве. Кто мает решать эту проблему? Самые предприниматели. Мне рассказывают сами москвичи, которые уплываются в Евразийской комиссии экономической и так далее. Они говорят, что не чутное неводное голос из Беларуси. Никому не цикавит, никто не говорит. Как приняли россияцы с казахами, так и будет працевать. Почему беларусы молчат? Для них это загадка. А мы молчим. Антон. Мне кажется, что обсуждать проблему секторально и на каком-то микроуровне не совсем правильно. На самом деле проблема шире и намного выше, скажем так. Ведь проблема тех же предпринимателей это одна проблема. Проблема госпредприятия это другая проблема. Проблема пенсионеров это еще одна проблема. И ведь когда мы сосредоточим внимание только на одном, то теряем очень многое, что остается за скобом. Как вы окреслили экономичный курс сегодняшнего Урада? Вот я об этом и хотел сказать. С одной стороны, когда мы смотрим на то, что сейчас есть в беларусской экономике, то и даже здесь в студии сегодня упоминалось, что якобы мы стали жить хуже. Но на самом деле, если полагаться на основные экономические показатели, то за 20 лет сделано немало. И на самом деле эти реформы могут быть и минимальные, но тем не менее они оказали свое влияние на жизнь. Мы говорим про откат, разумеется, люди добрые жили и в Греции до момента кризиса, а у Исландии, а позднее это модно изменилось. Совершенно верно. Что-то сделано немало, если 2007-2008 года это были годы вообще пухлые, так называемые годы во всем мире. Тогда никто не думал об эффективности. Тогда все зарабатывали. Неважно было, какая у тебя была экономическая модель. Эти деньги просто раздувались в пузыри, и мы просто жили на этой внешней конъюнктуре положительной. Но ничего сделано не было. Я просто не понимаю, о чем здесь идет речь. Наоборот, именно тогда можно было что-то сделать. Именно тогда можно было реформировать экономику. Тогда можно было и новые рынки завоевать, и может быть можно было вложить в частный бизнес, в развитие предпринимательства. В итоге, а тогда уже нам говорили все международные эксперты, МВФ подчеркивал, страна настолько уязвима к внешним шокам, что небольшое колебание цен на нефть, валют в других странах, и белорусская экономика обвалится. Что и произошло. Когда мы начинаем разговор о реформах изменениях в экономике, мы постоянно возвращаемся к дискуссиям 90-х годов, что необходимо шоковая терапия, необходима градуалистская реформа и так далее и тому подобное. Но мы опять же забываем про эти 20 лет, за которые у нас появился на самом деле бизнес, у нас есть капитал. Что говорить, у белорусов, у физических лиц на счетах в банке лежит 8 миллиардов долларов. Сегодня называлась сумма, что золотовалютных резервов 4 миллиарда. По своей сути, капитал частично уже накоплен людьми. Вопрос других условий. Это показатель того, что эти деньги не идут в бизнес. Значит, люди не могут на самом деле эти деньги пустить на то, чтобы свое собственное предприятие открыть. Они боятся, они не умеют это делать, они не видят, где они здесь заработают. То, что у нас столько денег на руках, это показатель того, что отсутствует на самом деле среда для бизнеса. А здесь сложно не согласиться, потому что у нас больше спекулятивная экономика. Нам проще положить деньги на счет и заработать 5, 10, 20, 50 процентов, чем работать. Ирина каже про то, что потребные были изменения. Все бачили, что потребные это конкретные заходы по оздоровлению экономики. Чему они не были изроблены на ваш план? Это вопрос, собственно говоря, не к экспертам, а к тому, кто это должен был сделать. Поскольку в нашей стране любые решения в экономической сфере принимаются известно кем. Ну, я понимаю, что подача может быть... За каждым решением стоит некая причина. Подачи-то могут быть с разной стороны, в том числе и от независимых экспертов, но тем не менее решения окончательно принимают власти. А какие решения принимали власти, мы можем видеть даже по конечным результатам. Как тут не пытаются нас убедить в том, что все и многое изменилось. 13 миллиардов долларов это за последние примерно 10 лет с нуля. Лукашенко когда-то хвастался публично, что вот смотрите, я еще ни копейки не занял нигде. Уже 13 миллиардов долларов. Где они? На какие средства построены те, так сказать, дома руководителей разного ранга страны на Первомайской бывшей улице? На какие средства? Там миллионные коттеджи стоят. Откуда это все взялось? Вот куда идут вложения? Здавалося, наилепший час проводить такие реформы, покольки в певном сенсе есть объединение народу, народ подриктованный для цежкой ситуации, в принципе, уже психологично навык, то, что ныне происходит, это просто желание улога утримать статус в квоте, просто, саправдой, нема идеи, как это все делать, и нема желания. Я лечу, что зададенный тренд, а последние 10 лет по поступовой реформации экономики, по величенне праватного бизнеса и малого бизнеса статистыка это подтверждает, и он зададенный правильно. Александр, аль есть так сама статистыка иншая, что закрывается предприемство, изменшается, сколько с дзенеки люди могут працаваць, отповедная их заробок, растут цены, и у этой ситуации дзюна казаць про то, что все-таки заховывается статус Ко, и расшение не заховывается. Краина переходит в праскризисный период, отбывается переформатование, тое, про что долго казали. Краина 25 годов кормила статные предприемства заховывала. Про статные предприемства про их колькость, про колькость статных районов, целые районы, которые не зарабляют на себе. Те зараз не той самой час, калеварты за это взяться. А я, ну так и отбывается. По сути, у Лада зараз отпускает лейцы, и вы працуете, калеварты, мы 25 годов переразмерковываем То есть, вольняющие людей, это, в принципе, есть такая реформа, так? А так и так и робится, на самом деле. Тут прозвучало, что мы говорим в терминах 90-х годов. Да, вот именно и получается, что мы до сих пор не ушли вот от этой социалистической, полусоциалистической экономики. И в этом причина, на самом деле, экономического, вот неудачи экономических, которые сегодня власти, потому что ментальность власти, она не способна воспринимать любые рыночные какие-нибудь реформы, любую экономику, кроме административно-командной, ориентированные вот на социалистические какие-то принципы хозяйства. Есть, так сам, одна цитата, я памяту Александра Лукашенко, який казал про то, что махчим, а он бы и зарабил реформы, аль он боится, что беларусы этого не зразумеют, потому что они не хочут майданов, кровопролитца, пожаров. Александр Соснов, так сам, а социолог, цикава, доведаться в вашем меркавании, то есть, сапороды, беларусы готовы до таких структурных реформ, о которых не бачить потребам уже Александра. И все же таки, это отшивание людей, что они потребны. Беларусское общественное мнение настолько разнообразное, что даже одни и те же люди могут говорить о разном. Например, больше половины поддерживают тот курс, который проводит Лукашенко. Треть примерно не поддерживает. С другой стороны, почти половина все время говорит о том, что живет все хуже и хуже. Примерно четверть говорит, что лучше. Курса Лукашенко, это все же таки поддержка на свой особливый статус-кво, то есть, про той стабильности, про которую мы как-то. Ну, а курс это и есть статус-кво, собственно говоря, в каждый данный момент. Поэтому говорить о том, что общественное мнение как-то одноточно или однообразно поддерживает то, что проводит власть, нельзя. То есть, решения принимаются, во-первых, без общественного обсуждения, а во-вторых, в очень узком кругу ограниченных, извините, людей. Добрый день. Ирина, на ваш погляд, шукаючи додатковых сродков для господарки белорусской, держава будет действовать в керунку выдумляння новых таких господатков? Да, это фактически налогообложение граждан. Но решили пойти не этим путем, а прямым изъятием доходов у граждан. Поэтому, да, я думаю, что и мы уже знаем, предложения Минфина, они направлены тоже на как бы изъятие дополнительных доходов у граждан, в следующем году, если будет принято решение. Я думаю, эта тенденция будет продолжена. Я думаю, не за горами и расхождение шкалы от плоской, переход от плоской шкалы к более, как бы, много, более широкой шкалы от плоской шкалы. не как было больше богатых, а как было больше бедных у нас, так, которые млюваются. Антон, до вас пытание такое, я мог чем это перформулирую к пытанию Павла трошечки. Ты чекать беларусам, что это яны будут платить за этот кризис и за то, что урад не дает себе просто рады с экономикой? Вот здесь мы сидим в студии под надписью «Выборы 2015». Выборы 2015, как и любые другие выборы, и такого рода компания должна быть источником идеи, в том числе экономических, особенно экономических для Беларуси. Самые адекватные предложения шли в основном от власти. Знаете, какой абсурд? Власть виновата в том, что сейчас происходит, и она же делает наиболее адекватные предложения. Почему? Потому что практически ни одна партия, практически ни одно объединение не имело программы, не имело экономических реформ, которые предлагались власти. И мы публично представили эту программу, и нам пообещали некоторые руководители партии и объединений, что мы обязательно исправимся к выборам. И вот, несмотря на то, что еще программы не опубликованы, но до этого никто особо не говорил о своих программах, кроме там. За 20 годов Лада нас научила, что меркование громадства, а если еще сказать про меркование политичных оппонентов, их не цикавится, она еще горше, может быть, переследоваться за это. В этом мы хотим таксам проблема. Но ведь нет ничего плохого предложить свое видение реформы пенсионной системы, свое видение реформ в экономике, более конкретное, чем просто сказать либерализация, приватизация, макроэкономическая стабилизация. Ирина, Александр, так, Александр Соснов, Калиласкин. Я хочу сказать, что Антон достаточно молод, поэтому он не помнит то, что было 15-20 лет назад, когда партии денно и ношно разрабатывали программы, проекты законодательных актов. Все это лежит и, как говорил один из классиков, поддается грызущей критике мышей. Прошу прощения, я с уважением отношусь к Александру, и я хочу сказать и вернуться к своим прошлым высказываниям. Понимаете, доставать из шуфлятки экономическую тем более программу, когда мы все говорим о глобализации, когда наши соседние страны развиваются достаточно быстро, уже было сегодня сказано о новом технологическом укладе, и применять те меры, которые были раньше, на текущую ситуацию не совсем правильно. необходимо адаптировать, необходимо модернизировать и сами программы, и обязательно о них говорить, чтобы власть знала, что есть альтернативная точка. К новому технологическому укладу, вот я так помню, мы должны были перейти уже в 2006 году, это было написано в программе промышленного производства, то есть мы к нему переходим каждую пятилетку и переносим все те же предприятия, среди которых Мозырьский, НПЗ, Нафтан, это у нас самое высокотехнологичное предприятие на сегодняшний день, новое производство на Мазе, новый рудник в Беларусь-Калий, вот это наш технологический новый уклад, к которому мы переходим каждую пятилетку, и я думаю, что мы еще будем точно так же переходить как минимум 10 лет, то есть на самом деле ничего не меняется. в сфере IT-технологии, парк высоких технологий приносит валюты больше, чем МТЗ, не перестаньте. Будуется больше, по экспортной могусти он больше. Выручку, ну сегодня может быть МТЗ, но еще пару лет назад, естественно, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Сколько стоит один МАС вообще? Как это может быть? Будет сменшаться творчество, на вашу думку, и треба сменшать затримываться, кали зараз... Это натуральный процесс, кали машинобудовництва в зоне паде, зато иди там 3D-друг. Это то, что Белоруссия нарылась постоянно, разумеется, все это МАЗы, МТЗ, Белазы. Да ну что вы, парк высоких технологий, это конечно здорово, что государство поддержало, но еще тогда, когда его принимался декрет, тогда говорили, что это вот, мы посмотрим, как работают такие вот методы налогового стимулирования, что нужно распространять это на всю страну. Я до сих пор не понимаю, вы меня исполните, вот здесь сравнили, у меня просто очень хорошие друзья тоже работают в парке высоких технологий, я когда-то дома стояла у истоков этого бизнеса зарождения в нашей стране, но почему программист, работающий в парке высоких технологий, в общем-то, по заказу западной компании, да, не имея даже авторских прав часто на то, что он делает, должен платить налог подоходный меньше, чем программист на том же МАЗе, который тоже должен обеспечивать вот тот переход к новому технологическому укладу на МАЗе, чтобы там наконец были 3D-проекты, чтобы там все было автоматизировано, я до сих пор этого понять не могу, почему такой дисбаланс был создан на рынке труда, когда вот человек, который получает просто валюту из-за рубежа, просто потому, что его труд здесь дешевле, чем труд программиста в Германии или в Америке, да, платит подоходного налога меньше, чем программист на МАЗе. Александр, вы хотели мне что-то дать. Я хотел сказать, что когда я говорил о программах, проектах, которые разрабатывали партии много лет назад, я совсем не имел в виду, что их извлекать из пыли и сейчас пытаться внедрять. Просто за это время и партиям, и экспертам отбили всякую охоту, власти отбили всякую охоту что-либо предлагать, потому что никто даже и не пытается смотреть. Но у Влада потребует на ваш взгляд сегодня таких пропоновал решение экономичных проблем? К сожалению, власть сейчас требует только одного. Любые экономические решения должны способствовать сохранению власти тем, так сказать, персоналам, которые ее имеют. И как член ОГП я хотела бы уточнить, что именно ОГП та единственная партия, которая как раз имеет программу реформ. И когда вы говорите о том, что такой программы никем не было выставлено, вы ошибаетесь. На самом деле мы открыты к сотрудничеству и мы очень уважаем либеральный клуб. Мы с вами дружим и мы вас приглашаем. Спасибо. Ну вы обо два либерала, так. Не поразумелись у студии либералы. Каласка, с другого шероху бус-подар. Запрошаем до микрофона. Вот мы часто слышали ранее, что Александр Григорьевич заявлял, что нас хотят наклонить. Но не получится. Вот. Нас в настоящий момент можно суверенностью говорить, что нас не наклонила ни Америка, ни Россия, ни Европа. Нас наклонила наша экономика. И вот прослушиваясь к мнению экспертов, я могу тоже заявить сейчас, что в настоящий момент, почему будет усугубляться кризис, работники предприятий получают незаработанные деньги. Суть в том, что последние месяцы перед выборами даны, насколько я понимаю, указания областей, чтобы предприятия работали полную рабочую неделю. То есть многие предприятия, которые работали по три дня, по четыре дня в неделю, перешли на пятидневную рабочую неделю. Людей просто переводят на предприятиях на другие работы, они занимаются, подметают, красят станки, убирают, ничего не делают, но переводят на и выплачивают среднюю заработную плату. Это раз. Второе, что будет усугубляться кризис. Президент Лукашенко дал указание разгрузить склады, по-моему, до 15 сентября. Каким образом они будут разгружаться, я тоже это знаю. Будет просто, наша продукция, она не будет продаваться, потому что она не востребована, она будет вывезена просто в торговые дома, той же самой Литвы, России, вот, без предоплаты. Когда вернутся деньги на предприятие, даже если когда-то наши продукции там будут реализованы, неизвестно. И еще сяпошний голос максимальность выказаться, кали ласка. Коротко, лаконично, с подарения. Нина Стужинская, вельми коротко. Кали слухала наших экспертов, я вспомнила, что мне были студенты, кали выкладала в Институте парламентаризма и предпринимательства, то были студенты, заочники с отделов разных статистики. И в приватных размывах я не казали. Николи не верьте нашим этим самым лечбам, потому что они спочатку зададенные сверху и спускаются так само методики под лику. Дякую. Нам, нажаль, треба заканчивать программу. Просьба будет, что звучание среднестатистичное граждане Беларуси, чего ждать ближайшее поствыборное? Я просто дадам, покольки ситуация перед выборами уже с девальвацией и с беспрацовым начала развиваться, не на лепший бок. Просто так само лечить их это, потому что, я думаю, что у лядачей наших цикавит так само приземленные питания. То ваши прогнозы, может быть? На мою думку, для обычных граждан ситуация, я думаю, будет погрешаться в ближайшие некольки годов, будет идти болючее переформатование экономики, оно уже идёт. С другой стороны, у меня стремлен оптимизм на коне того, что запускаются новые галины экономики и АЭС, и Парк высоких технологий, и Китайский индустриальный парк, куда могут перейти эти кадры. Главное, подчас переходу до запуска этих бойных проектов, не сгубить с добытки той самой белорусской социально-экономичной модели, не просто экономичной, а социально-экономичной. Ирина, вы бачите про свет? Ну, я как бы два аспекта возьму. Первый это такой чисто макроэкономический финансовый, короткая перспектива. Если мы до конца года берём кредит, либо ЕФСР, теперь, как он называется, бывший антикредитный фонд Евразес, в 3 миллиарда, либо если нам даёт МВФ, хотя бы, по крайней мере, намёк на то, что он даст там уже в январе первый транш, то более-менее мы до конца года проходим, если не будет резкого обвала цен на нефть, и потом очень большой девальвации не будет. Если мы не получаем кредитов до конца года, вообще никаких, то я ожидаю уже, наверное, до конца года в декабре очередной финансовый кризис. Что касается дальнейшего развития в целом, либерализации экономики, бизнеса, то здесь тоже всё определяется взаимоотношениями с Международным валютным фондом. Если будет принята программа с Международным валютным фондом, то на каком-то этапе будет, опять-таки, видимость какой-то либерализации, будут, наверное, приниматься какие-то директивы, несколько декретов, указов по ослаблению давления государства, но в целом никаких, конечно же, реформ проводиться не будет. Поэтому я бы ничего хорошего не ждала, я думаю, еще стагнация года на 3-4, как минимум, если не будет просто резкого обвала в связи с нехваткой денег. Александр, вы уже меняете белорусские рубли на некую валюту, подскажите, поделитесь, а что робить, чтобы было бы больше беспечно, мягчейший удар. Я хочу поддержать своих коллег, что ждать хорошего в ближайшее время не приходится. И вот, в отличие от Александра, считаю, не от того, что идет переформатирование, а от того, что не идет ничего. На самом деле идут какие-то мелкие поправки, с одной стороны что-то поправят, с другой стороны ухудшат. Если, допустим, облегчили для частных предпринимателей позиции какие-то, то с другой стороны натравили на них всякие контролирующие органы в значительной степени. Поэтому ждать что-либо, что изменится в этом смысле буквально не приходится. И в далекой перспективе можно чего-то ждать, но только с изменением руководства страны. Антон, вы, как либерал, личите, что небачная рука урегулирует все наши проблемы, это все-таки некая конкретная рука, которую мы ведаем. Если изменений не будет, конечно, ситуация ухудшится. Если изменения будут, то ситуация также ухудшится. Не стоит быть идеалистами, так как реформы подразумевают под собой кратковременное, но тем не менее ухудшение позиций страны. Но тем не менее это как раз-таки повод для того, чтобы предлагать идеи. И не стоит полагаться на то, что давайте ждать изменения власти, чтобы предлагать какие-то изменения. Иначе это аналогично тому, как власть ждет, пока в экономике все ухудшится до такой степени, что надо будет проводить изменения. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Я взял к ее экспертом. Александр Сенкевич, Ирина Крылович, Александр Соснов и Антон Болточко. Дякую Великий за удел в нашей программе. Павел Можайко, Дмитрий Горневич, працавали сегодня для вас. Так само, глядите нас завтра на Белсате у эфира наше телеканалу, а так само на сайте белсат.эу и на сайте новины.бивай. Будьте собры разом с нами и заставайтесь разным белсатом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова